Всегда быть наготове. Сегодня первоуральские спасатели, администрация, коммунальщики, сотрудники предприятий провели учения по гражданской обороне. Как действовать при возникновении пожара или выбросе токсичных веществ? Расскажем в сюжете. Первыми тренировочный день по гражданской обороне начинают сотрудники городской администрации. На входе им выдают средства индивидуальной защиты строго под роспись. Виталий Тамман проверяет работу пункта и первым получает противогаз. Обозначен пункт, чтобы каждый сотрудник, который спускается для выдачи, для получения противогаза, мог видеть, где развернут пункт, своевременно получить и убыть уже к месту дислокации. Сегодня по всей России проходят масштабные учения по гражданской обороне. Первоуральские спасатели проверяют готовность служб города к чрезвычайным ситуациям, в том числе и коммунальщиков. Сотрудники отрабатывают план действий при пожаре. Пожар в районе пристроя здания. Несмотря на то, что сотрудники ЖКХ в обычной жизни не попадают в подобные ситуации, на тренировки действовали слаженно и быстро. Мы отрабатывали условный пожар. Люди были эвакуированы, пожар потушен, пострадавших нет. Мы справились с собственными силами. В случае возникновения реального пожара наши сотрудники готовы к тушению и ликвидации последствий пожара. А вот у других подразделений сегодня задача сложнее. По легенде, в результате взрыва на заводе произошла крупная утечка аммиака, облако которого движется в сторону поселка Ельничный. Задача спасателей пожарных – не дать токсичным веществам распространиться на территории города и оперативно ликвидировать утечку. Действия спасателей напрямую зависят от замеров объема токсичного вещества службы эпидразведки. Результат у нас 0,08 и это не превышает предельно допустимую концентрацию в атмосферном воздухе. Параллельно спасатели разворачивают передвижной пункт радиосвязи. С помощью него важную информацию передают по всем доступным радиочастотам. Ладога, Ладога, я Абакан-12, как слышишь, прием. Абакан-12, Абакан-12, я Ладога, слышу, 5 баллов. Каждый год во время учений для городских служб готовят легенды чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти в реальной жизни. Как говорят спасатели, такие учения помогают отработать действия при ЧАЭС, чтобы в любое время каждый знал, что и как ему нужно делать. Все готовы, все понимают. Мы стремимся к тому, чтобы каждый понимал свои действия и алгоритм действий, которые можно усовершенствовать до бесконечности. На такие мероприятия уже люди понимают, что им нужно брать, что им пригодится. Это самое главное. Масштабные учения прошли успешно. Первоуральские службы к чрезвычайным ситуациям готовы. Николай Свердлов, Виталий Мотин, Денис Хромцов. Новости Первоуральск.